Курсы технического дайвинга Программу планировщик технических погружений DivePro Mi Plus Вот я и хочу с вами поговорить по поводу использования программ планировщиков И конкретно сделать небольшую инструкцию, беглую, так сказать, как пользоваться конкретно данным планировщиком Что касается непосредственно программ планировщиков Вещи-то безусловно удобные, безусловно нужные И особенно мне хочется сказать именно про этот планировщик Что эта вещь еще и очень информативная Она помогает начинающим дайверам понять суть процессов Которые происходят у нас во время рассыщения То есть конкретно именно используя эту программу Можно увидеть остаточное насыщение тканей После окончания погружения Используя конкретный план, составленный на этом планировщике Это немаловажно для понимания и осознания тех рисков Которые происходят во время погружения Сразу хочу сказать, что данное видео предназначено исключительно для технических дайверов Рекреационные дайверы маловероятно, что подчеркнут что-то новое и что-то полезное Хотя, если вы интересуетесь дайвингом и хотите знать более подробно Что происходит с вашим организмом Конкретно с тканью вашего организма во время погружения Вы, в принципе, можете эту небольшую информацию получить и из этого видео Когда я первый раз столкнулся с программой Dive Pro Mi По-моему, тогда Dive Pro Mi Она называлась тогда уже И с ее создателем Алексеем Власовым У нас даже поначалу возникли небольшое недопонимание В плане функционала программы В плане того, как она должна выглядеть Мы немного поспорили Но эти споры, как видно, привели к положительным результатам И сейчас мы имеем планировщик Dive Pro Mi Plus Который очень-очень неплох Во-первых, это бесплатная программа Во-вторых, эта программа может быть установлена На устройство практически с любой операционной системой И программа не требует подключения к интернету Только первоначально скачав или открыв ее браузер Вам нужен будет интернет Дальше вы можете пользоваться и абсолютно автономно Ну и одно из приятных То, что это наша российская программа То есть поддержим, как говорится, нашего производителя И опять же, программа создана моими друзьями Техническими дайверами Которые не теоретики, а чисто практики Которые ныряют и пытаются внести в свои продукты Какие-то моменты, которые они подчеркнули из своей практики Итак, друзья, приступаем Переходим по ссылке из описания к этому ролику И открываем нашу программу Dive Pro Mi Plus Первое, что мы делаем, это идем в настройки Global Settings И здесь мы можем с вами сразу скачать локальную версию Непосредственно на свое устройство Есть версии для Windows, для iOS, для Android и для Linux Если хотите использовать локальную версию Скачивайте, запускайте Настройки точно такие же будут А мы будем использовать пока версию на браузере Открытую Далее, выставляем язык Можно выбрать английский, русский или испанский Давайте выберем русский Единицы измерения Естественно, метрическая система Потому что мало кто вообще сейчас Из вас наверняка никто практически не использует имперскую систему Поэтому метры, литры, атмосферы Декомпрессионная модель Я предлагаю поставить вариант C ZHL-C Это та модель, которая используется в большинстве современных декомпрессиметров То есть, дайв-компьютеров Дальше, градиент-фактор Давайте выставим 3080 Это то, что у нас приходит как заводская настройка, например, для шарвотеров Если вы смотрели наше видео предыдущее Вы знаете, как настроить градиент-фактор под себя Только не забудьте при этом, чтобы ваш план соответствовал потом тому, что показывает ваш компьютер во время погружения Установить точно такое же значение градиент-фактора и на нем Дальше, вода Давайте выберем, например, что мы погружаемся в пресной воде Альтитуда Это значит у нас возвышение над уровнем моря 0 Мы будем погружаться на уровне моря И температура на поверхности 21 градус Ну, допустим, у нас на улице 21 градус Дальше Ночная тема Или дневная тема Переключили, посмотрели Кому нравится светлый интерфейс Оставляем дневную Я предпочитаю темный И сохраняем текущие настройки Все, при следующем открытии у меня эти настройки сохранятся Дальше Идем Параметры погружения устанавливаем Парциальное давление кислорода Для декосмеси Максимальная Я устанавливаю 1,6 Парциальное давление кислорода Для донной смеси В зависимости от условий погружения Я выставляю 1,4 Считаем, что нормальная Минимальное парциальное давление кислорода 0,18 Если вы не знаете, что такое и для чего это Ну, значит, вам это пока и не надо Это для тех технических дайверов Которые используют Гипоксические смеси Могут использовать Тут надо выставить Правильное значение Чтобы вы могли потом сделать План, соответственно, вашему уровню сертификации Подготовки Дальше Максимальное парциальное давление азота Это означает Этот параметр будет означать То, какую мы эквивалентную Азотную глубину будем использовать Если мы используем ЕНД равное 40 метрам То 3,95 Если это для донной смеси Для максимальное парциальное давление Для декосмеси 3,16 Что соответствует 30 метрам Если вы используете ЕНД для донной смеси 30 Здесь поставьте 3,16 То есть выберите из списка Здесь себе 3,16 Далее Скорость погружения Я для себя ставлю 20 метров в минуту Скорость всплытия 10 метров в минуту И скорость всплытия на дека Ну, я оставлю тоже 10 метров в минуту Мне так, в принципе, удобно Хотя всплываю, естественно Чем выше, тем медленнее Далее Наш расход Дыхание на дека Это обозначает Эта цифра обозначает Наш САК Для дека остановок Я Выставлю для примера Средний 18 Да И оставлю точно такой же на дне Вы можете выставить то Что соответствует Вашему Индивидуальному Расходу Если вы не знаете Как подсчитать САК Или РМВ То я могу снять Об этом Отдельный ролик Только напишите мне В комментариях Что вам это нужно Время Смены смесей Одна минута Я считаю Что это более чем достаточно Чтобы переключиться С одного газа на другой Последняя остановка Тут по умолчанию Стоит 3 Можете выставить 6 Если вам нравится Я оставляю 3 Потому что Если мы погружаемся В спокойных условиях Ничто нам не мешает Стоять последнюю остановку На 3 метрах Продолжим Предупреждение Погружения Значит Предупреждение Они видите Вот Будут мигать Что это за предупреждение Предел изменения Парциального давления Азота Скачок по азоту Полтора Скачок по гелию Тоже не более полтора Донная смесь Более Если вы Здесь вы должны Указать объем Своих баллонов Для донной смеси Если вы используете Стальную спарку 12 литровую То это 4 800 Для декосмесей До 49% То есть Это Если у вас есть Какая-то декосмесь Процентом содержания Кислорода Менее 50 Если используется Опять стальной баллон 2 400 Если используется Например Алюминиевый баллон То 2 200 Декосмесь От 50 до 99% Содержания Кислорода Я использую Алюминиевый баллон Стандартную 80 Соответственно 2 200 Объемов В литрах При 200 Барах Естественно Ну что Чуть больше Но это Ближайшее Число Которое Соответствует Реальному Объему Чуть-чуть Более Консервативный Вариант И Смесь Кислород Кислород Я использую В 40 Баллоне Его объем 5,6 Литра Соответственно 1100 Литров При 200 Барах Его будет Объем Это Наша Сигнализация Да То есть Если мы Превысим В нашем Плане Количество Смеси Которые Нужны Для погружения Вот указанный Объем У нас Будет Мигать Эта Сигнализация Дальше Смеси Погружения Число Донных И Транспортных Смесей Тут Мы Указываем Все наши Смеси Донную Смесь И все Наши Рангазы То есть Все наши Транспортные Смеси До 10 Смесей Можно указать Я выбираю То что у нас Будет Одна Донная Смесь Ну давайте Для примера Возьмем 18 Ну давайте 18 35 18 35 Как подобрать Донную Смесь Вы должны Знать Программа За вас Не подберет Ничего Она вам Просто не даст Совершить Ошибку То есть Если вы захотите Например Ну не знаю Использовать Для Донной Смеси Ну например 21 35 И погрузиться На 60 Метров То Далее В профиле Погружения Вы просто Не сможете Это сделать Когда будете Выставлять Погружение Да Ну давайте Например Вот 18 35 То есть Максимальная Глубина Для Смеси 18 35 Так 18 35 А у нас Будет Какая В районе По-моему 50 В районе 65 60 Да Где-то В районе 65 Метров Сейчас мы Это проверим То есть Вы увидите Что я больше Не смогу Выставить Больше Глубин Число Декомпрессионных Смесей Давайте будем Использовать Две Дека Смеси Да Можем Опять же До 10 Различных Смесей У нас Есть 50 Найтракс По умолчанию Кислород Можно Поменять Какую Угодно Смесь Поставить Так Поставили И Переходим К профилю Погружения Итак Допустим Я захотел Погрузиться На 70 Метров Смеси 18 А Облом 67 Метров Основываясь На том Что у нас 18 Процентов Кислорода И максимальное Парциальное Давление Кислорода Для аддонной Смеси 1.4 Глубже Мне не даст Просто программа Поставить То есть я Защищен В этом плане От совершения Ошибки Но Собственно Эту смесь Я выбирал Для того Чтобы например Погрузиться На 60 Метров И например Провести Там Ну давайте 15 минут И на всплытие Я еще Рассчитывал Задержаться На этой же смеси На глубине Ну давайте Например 45 метров Еще на 15 минут К примеру То есть мы Рассматриваем Какой-нибудь Затонувший корабль То есть кормовая часть Например лежит на 60 А носовая На 45 Примерно Мы половину Проводим На кормовой И половину На носовой Вот То есть Если нужно Мы можем Установить Сколько нам Нужно Таких Отрезков Да Донных Всевозможных То есть Составить Многоступенчатое Погружение Итак Установили И мы Сразу Видим График Вот этот Сегмент Мы проводим На донной Смеси Это на 50 На атаксе И на кислороде Тут в принципе Все указано До минут И мы можем Этот график Выгрузить Сразу Для себя Например Как Для того Чтобы там Проанализировать Посмотреть Или сохранить Вот Мы получили График Потом можно будет Например Сравнить С реальным Графиком Нашего погружения Так Дальше Ниже Представлен План Этого Погружения Где у нас Есть Подписано Что мы Делаем Вот тут Спуск Уровень Это значит Мы находимся На этой глубине Плаваем Подъем Опять же На этой глубине Плаваем Подъем Это время Остановки Подъем Остановка Здесь У нас Глубины Указаны Здесь у нас Указано Время Вот 3 минуты На спуск 15 минут На 60 метрах И так далее И время ухода Да То есть Наш Рантайм Здесь указан Газ На котором Мы идем На этом этапе Вот Значит Наш Тримикс Полтинник И здесь Ниже Кислород Итого Нам понадобится 4003 литра Донной смеси 779 литров 50-го Найтрокса И 574 литра Кислорода Мы можем Выгрузить Этот План Как в Excel Сейчас Выгружаем В Excel То есть Это будет Выглядеть Вот так Вот наш План В Excel Здесь Расходы Газов Во второй Страничке Либо Мы можем Выгрузить Это В PDF В формате И это Будет Выглядеть Вот так Для чего Вам Это Может Понадобиться Некоторые Дайвцентры Да сейчас Многие Дайвцентры Требуют От дайвера Предоставить План Погружения Чтобы Технический Менеджер Дайвцентра Там Инструктор Мог проверить Этот план На адекватность И сказать Можно совершать В этом Дайвцентре Такое Погружение Или нет То есть Соответствует он Их Политике Или не Соответствует Чтобы Не писать Это От руки Можете Сразу Приготовить И распечатать Так Теперь Немного О сигнализации Которая Я вам Говорил Допустим Давайте Мы увеличим Донное Время До Ну давайте Там Чтобы Не так Сильно До 20 Минут В этом Случае Пока Еще Газа Хватает 20 Минут Значит Мы Укладываемся Давайте 30 минут 30 минут И Мы Видим Что У нас Пункт С Донным Газом Выделился Цветом И стал Мигательным То есть Это означает Что нам Донной Смеси Не хватает Программа Надо Понимать Что Программа Так Давайте Вернем Опять 15 Считает Реальный Расход Газа То есть Сколько Вы Реально Потратите Если Будете Строго Выполнять Этот План Соблюдая Все Скорость Сплытия Скорость Подъема Время То есть Отклонение От этого Плана Естественно Она Или Если Вы Вдруг Решите Снизить Скорость Сплытия Эта Программа Никак Не Посчитает За вас Если Вы Это Заранее Не Заложите Поэтому Имеющийся Запас Газа Как Вы Считаете Он Будет Достаточен Конечно Нет Мы Не Ныряем И Не Берем На Погружение Газа Без Запасов То есть К Данному Запасу Нужно Либо Методом Третей Либо Методом Минимального Газового Резерва Добавить Тот Запас Который Вам Будет Необходим Программа За вас Этого Не Сделает Но Чтобы Облегчить Расчеты Тут Тоже Есть Пункт Который Называется Расход Газов Если Мы На него Нажимаем То Мы Видим Расход Газа На Каждом Этапе И И И И И И И И Ну С Правилом Третей Там Все Просто Мы Добавляем 50% К Тому Полученному Значению И Получаем Как раз Необходимую Треть И Смотрим Хватает Не Хватает А С Итак Здесь Наглядно Видно На Каждом Этапе Сколько Мы Газа Тратим Далее Значит Пункт Парциальное давление Газа Он Нам Показывает Парциальное давление Всех Газов То есть Азот Гелий Кислород На Всех Этапах Нашего Погружения Это Может Нам Понадобиться Для Анализа Насколько Корректно Мы Составили Наш План Также Можно Сделать Экспорт В PDF И Оставить Себе Распечатать Если Вы Собираете Свои Планы И Продолжать Анализировать Также Можно Это Сделать В виде Таблицы Вот Таблица Где Указано Опять На Каждом Этапе Наши Парциальные Давления Далее Давление Газа В тканях Очень Интересный Пункт Вот Здесь Нажимаем Кнопочку Построить Диаграммы Как Вы Видите Он Нам Построил Диаграмму Используя Только Первый И последний Сегмент Тканей То есть Группы Первая Группа Тканей Самая Быстрая Самая Медленная Если Вы Смотрели Мое Видео О Планировании Декомпрессии И Конкретно О Градиент Факторе То Вы Наверняка Уже Знаете Что Наиболее Критичны Для нас С точки Зрения Декомпрессии Кончания Декомпрессии В конце Погружения Это Это Средние Группы Тканей То есть Седьмой Восьмая Девятая Десятая И одиннадцатая Как вы видите Они В конце Если мы уберем Шестнадцатую Да То есть Вы сами видите Шестнадцатая Вот мы ее сейчас включаем Вот Значительно ниже То есть В конце погружения Парциальное давление Азота Остаточное В наших тканях Именно Вот в этих группах Больше всего То есть В принципе Можно вот Использовать Семь Восемь Девять Десять Наибольшее Давайте посмотрим Что же по гелию У нас Да Включим тоже Семь Восемь Девять Десять Да И Одиннадцать А вот здесь Немножечко Есть разница Потому что У нас Получается Что Вот я Табличку Вывел Да Как видите У нас Седьмая По гелию Так как Гелий У нас Достаточно Будем говорить Так Быстрый Газ То Здесь Немножечко Смещается В сторону Медленных Тканей И для нас Будет Более критично Даже Наверное Возможно Двенадцатая Группа Да То есть Седьмая Для нас Вообще Не критично И даже Восьмая Да Для гелия Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Группы То есть Более Медленные Ткани Будут Более Критичны Да То есть Сами Понимаете Если Вы Хорошо Знаете Теорию Декомпрессии Вы должны Понимать Как Можно Планировать Своё погружение Как Меняя Градиент Фактор Снизить Риски При выходе После Погружения То есть Оставить Минимальное Парциальное Давление Остаточное Парциальное Давление Газа В тканях Ну и Давление Газа В тканях И так И Теперь Общее Да Общее Давление В тканях Тоже Можем Включить Смотрите Давайте Включим 7 8 9 10 11 Это Все Инертные Газы Да И Как Видите Здесь У нас То же Самое Если Брать Седьмая Ну вот Да Седьмой По Двенадцатую Группу Наиболее Критично То есть Это Средние И Ближе К Медленным Тканям Так Далее Расход Газов Мы уже Смотрели У нас Осталось Еще Три Пункта Это Стоимость Газов Компрессорная И Инструменты Обучения Стоимость Газов Это В принципе Этот пункт Нужен Тем Кто Занимается Непосредственно Приготовлением Газа Для Газблендеров Но Этот Пункт Еще Не доработан Так же Как и Компрессорная У нас Насколько Я знаю Еще Не Сделано Да То есть Допустим Вот видите Еще Только Как демонстрация Еще Этот пункт Не рабочий Ну и Так же Инструменты Обучения То же самое Итак Три Последних Пункта Откидываем Это Ну То есть С Конца Третий И второй Это Для Газблендеров Больше Надо Инструменты Обучения Наверное Это Больше Для Инструкторов Я не знаю На самом деле Какой Функционал Подразумевается Здесь Думаю Что Здесь Будет Рекомендован Подбор Газов То есть Мы Выставляем Глубину И он Будет Предлагать Какой Газ Лучше Всего Использовать На этой Глубине Итак Я надеюсь Что Вам Понятен Алгоритм Работы Непосредственно С Этой Программой Программа Удобная Программа Очень Наглядная Программа Работает Как Онлайн Так И Оффлайн Вот Вы Ее Открыли В браузере Если Вы Браузер Не Закройте И Будете Вы Можете Пользоваться Даже При Отсутствии Интернета И Очень Рекомендую И Большое Спасибо Разработчикам Алексею Власову Персонально За Такую Программу За Бесплатную Хорошую Информативную Программу Для Планирования Я Своим Дайверам Всем Своим Ученикам Очень Рекомендую Потому что Кроме Планировщика Здесь Здесь Есть Очень Наглядно Показанные Процессы Которые Происходят Непосредственно В тканях Нашего Организма То есть Вот Вот эти Пункты Они Очень Важны Для Понимания И для Правильного Построения Декомпрессии Если Вы Не Понимаете Что Эта Программа Вам Показывает То Я Вам Советую Не Используйте Эту Программу Если Вы Не Проходили Обучение Техническому Дейнгу Не Используйте Эту Программу Потому что То Что Вам Напишет Эта Программа Этого Недостаточно Для того Чтобы Совершать Безопасные Технические Погружения Этот Инструмент Для тех Кто Обучен И Кто Понимает Ну А на этом Я хочу С вами Попрощаться Большое Спасибо За Внимание Если У вас Возникли Какие То Вопросы Пожалуйста Пишите Мне Спрашивайте Что Бо Вы Хотели Узнать Что Бо Вы Хотели Услышать От Меня Какие Моменты Еще Вы Хотели Рассмотреть В Качестве Моих Лекций Там Видео Обзоров Пожалуйста Не стесняйтесь Пишите Все В Комментариях Буду Рад Вам Ответить Также Хочу Проанонсировать Небольшие Свои Ближайшие Планы На Лето Летом Этого Года Я планирую Проводить Курсы Технического Дайвинга И инструкторские Курсы Технические На Голубом Озере В Кабардино Балкарии На базе Научно-исследовательского Дайвинг Центра Голубое Озеро Поэтому Ребята Если Хотите Присоединяйтесь Ссылочка Есть В Описании Пишите Мне Созвонимся Спишемся Договоримся Приезжайте Я думаю Что Я Смогу Вас Научить Чему-то Полезному И хорошему Ну И на этом Все Спасибо До Следующих Встреч Продолжение следует... Продолжение следует...